Под стенами российского посольства в Киеве требовали освободить украинского журналиста. Речь идёт о Романе Сущенко, которого отправили в московскую тюрьму по подозрению в шпионаже. Сущенку, свободу! Сущенку, свободу! Сущенку, свободу! На заборе развесили фотографии, в руках держат плакаты с надписью «Я тоже корреспондент. Свободу Роману Сущенко». Так под российским посольством в Киеве собрались коллеги задержанного в Москве украинского журналиста. Мы вышли в поддержку, просто поддержать своего коллегу, которого мы знали, с которым мы непосредственно работали. И просто даже те обвинения, которые ему предъявляют, это самый натуральный бред. У него двое деток, он и евро освещал, и культурные все события, все выставки. Замечательно, качественно, с высшей точки журналистики и этики. Поехал, вот так вот попал, совершенно внезапно. Так же может любой попасть, кто поедет. Любовь Жаловага, главный редактор сайта «Укринфорум», принесла с собой распечатки рабочей переписки с Романом. Говорит, это еще одна доказательство того, что Роман – журналист, а не шпион. Мы с Романом листуемся посредством скайпу, и это просто доказ профессиональной принадлежности Романа, чтобы ни в кого не возникало сумніву в том, что он журналіст. Власне, и затримали журналіста «Укринфорум», а не шпигуна. Роман Сущенко последние шесть лет работал спецкором агентства «Укринфорум» в Париже. По словам руководителя заграничной редакции Натальи Костяной, он не писал статьи, остро задевающие тему России. В Москву же поехал по личным делам, взяв отпуск. В акции участвовало несколько десятков коллег Романа Сущенко. Его задержали в Москве 30 сентября по обвинению в шпионаже. 1 октября Лефортовский суд арестовал журналиста на два месяца.